И поэтому янки идут взад. Либерал от таких речей должен возбудиться. Высочайший уровень Америки говорит сам за себя. Поэтому она сегодня управляет миром. Эти могучие люди создали эту великую цивилизацию и несут демократические ценности в отсталый мир. Сначала создайте такую же высочайшую цивилизацию, а потом, может быть, получите право подвергать ее критике. Ответ на то, как они получили это высочайшее развитие, все это преференции, выданные глобальным предиктором. Богатство и высочайший уровень западной цивилизации зиждется на беспрестанном грабеже колоний, плюс эксплуатации ученых и специалистов, собираемых по миру подкупом, нуждой, шантажом. Все это стандартные бандитские приемы. Но и чем же были заняты боги Яви ведической цивилизации? Были ли у них чувства, к чему стремились? Ясное дело, что всю эту инь-янь и хрень насчет эволюционного развития, духовности и прочего, люди Запада не поняли, а запомнили то, что в принципе смогли осмыслить. Супермены любили людей и творили добро, поддерживали порядок в городах и в других местах, мгновенно перемещаясь туда, где в них нуждаются, следовали за своим сверхчутьем. Супермен получает сверхсилы внезапно и неведомым способом. Мы видим, как за сознание зацепился образ волшебного камня, дарующего могущество. Вот это они смогли воспринять. Ведические супергерои также противостояли врагам своего народа, который они защищали. А также противостояли другим злым супергероям, получившим силу уже не магическим, а технологическим способом. То, что эти злые супергерои и есть в реальной жизни те самые библейские ангелы-господни, представители глобального предиктора, и они же покровители западной цивилизации, вот это объяснение было не понято или намеренно упущено. К чему супермены стремились в конечном итоге, этот вопрос остался загадкой. Объяснения, если и были, то не вписались в картину мира западного человека, поскольку такие понятия, как эволюция, совесть и прочая метафизическая ересь в их религиозной культуре отсутствуют. Далее, с развитием технологического и ментального уровня, тема супергеройства также претерпела качественные изменения. Человеку Запада стало недостаточно простых образов, а интерес, как мы видим, к этой сложной теме с каждым годом повышается. На экраны повалили всевозможные фильмы и сериалы про людей со сверхспособностями. В каждом фильме чувствуется тревога в преддверии того времени, когда люди спонтанно начнут обретать суперсилы, и общество должно уже быть подготовлено к этим вызовам времени. Янки уже давно грезят ближайшим будущим и обеспокоены, по какому принципу этими способностями будут наделяться люди, как эту раздачу контролировать, как включать и выключать эти способности по необходимости, к чему все это может привести, как избежать катастрофы и не потерять контроль над массами. К этому потомки миссионеров до сих пор относятся предельно серьезно, поскольку у управляющих элит нет иллюзий насчет этих грядущих событий. В памяти все еще свежи многочисленные примеры из предыдущей цивилизации. Показания запротоколированы, а в запасниках лежат материальные подтверждения, что называется «сходи, погляди и освежи память». Их эксперты все просчитали и констатируют, что вероятность такого перехода неизбежна. И тут мы подобрались к главной теме – «долбанутые янки». И в чем же она, эта долбанутость, заключается? А в том, что представители цивилизации демонического пути развития никак не могут осознать свою принадлежность к демонизму и пытаются влезть в шкуру богов со всеми своими грехами, развратом, кровожадностью и животной агрессивностью, отсутствием совести, страстью к порабощению и насилию по-другому-то они не могут. Со всем этим же давством, прожженным материализмом, индивидуализмом, гордыней, генномодификацией и кибергизацией. Это уж я так утрированно описал суть западной цивилизации, чтобы они не думали восхищенные дегенераты. И вот, просматривая сериалы, мы видим искреннее непонимание, как вообще можно дать случайному человеку сверхсилу, ведь само собой он тут же применит ее во зло. И даже если он добр, то тут же злые окружающие люди и спецслужбы сделают все, чтобы он обратил ее во зло. А если и у спецслужб ничего не получится, то тут же найдутся другие злые сверхлюди, которые заставят его убивать и обяжут быть злым. И по-другому-то и быть не может, потому что в голове западного человека нет другого понимания, как можно отказаться от использования оружия, полученного на халяву, в деле решения своих корыстных целей. И каждый сериал о сверхлюдях неизбежно приходит к выводу, что надо это зло в виде людей со сверхвозможностями изводить на корню. Иначе произойдет неизбежная катастрофа цивилизации, и это мы видим в каждом фильме и сериале в виде жирного, никогда не решенного знака вопроса. На самом деле, я думаю, это вечная попытка оправдаться за то, что сотворили их достойные предки. Убили богов на земле, на которой они теперь проживают. И вот теперь из года в год потомки миссионеров через масс-медиа размышляют, а не всегда так делают. Взвешивают и убеждают себя, что по-другому тогда никак было нельзя. Да, надо было убить, вырезать под корень эту потенциальную опасность. А с другой стороны, не к добру это простым людям богов убивать. Проклятие висит над нацией, а они живут под ним такие и размышляют. Как бы с этого фака соскочить? Но вот европейцы, московиты, испанцы и прочие вырезатели богов, волхов, ведунов и ведущих матерей на подшефных территориях совсем не мучаются и не оправдываются за инквизицию. Папа Римский пытался там что-то невразумительное промямлить. Мы тут это самое того. С другой стороны, человеку, предрасположенному к видизму, легко понять, что в культе «ура» сверхвозможности – это естественные признаки эволюции на пути божественного развития. И такой человек, Гой, не может применить эти способности во зло, иначе на этом его эволюция и закончится. А поскольку в культуре фундаментом является совесть, а не гордыня, то никому и в голову не придет таким образом самоутверждаться и культивировать многочисленные пороки. Единственное, где использование этого могущества приветствуется и почитается, это в ратных подвигах – служении Отечеству и своему народу. Все построено на свободе духа, на осознанном выборе каждого, где вертикаль власти строится снизу, что мы и видим в русских былинах и сказах, делая поправку на внесенные искажения через программы Запада. Где-то как-то до Янки эта мысль дошла, что и отразилось на характерах их супергероев, правда через призму их скудаумия. Красные трусы поверх трико, обтянутые первичные и вторичные половые признаки, маска-плащ, дебильный взор. Тут сразу возникают контраргументы. Есть же масса достойных высокодуховных людей в западной культуре. Как можно России приписывать какую-то исключительность? Здесь люди-то в своем большинстве такие же жиды, ограниченное стадо, если не сказать быдло. И никаким божественным развитием здесь не пахнет. Да, в западной культуре есть масса гениальных личностей, впрочем, как и везде. Но это не имеет значения, потому что западная цивилизация их перемалывает своими жерновами. Все лучшее она берет и обращает это в оружие агрессии, колонизации, развращения и в конечном итоге для утверждения демонического пути развития. А тех, кто бесполезен или не развратился, сливают разнообразными способами. А насчет России кто бы спорил, цивилизация божественного пути развития на Земле неоднократно уничтожена, зачищена. Россия, как и большинство других территорий, сегодня находится в колониальной зависимости западного мира. Из чего бы ей быть оплотом цивилизации, где взращивают богов? Нет, тут та же разруха, деградация, депопуляция и перековка в демонизм. И все же именно здесь люди пока еще имеют возможность проснуться, разобраться, кем они являются на самом деле и повернуть процесс вспять. Идеи о межзвездных путешествиях также отражены в современном американском творчестве. Например, в первых сериях сериала «Звездные врата» употребляется название Земли Мидгард, Асгард, имена ведических богов и другие обозначения прошлой цивилизации. Это также указывает на осведомленность авторов насчет знания ведической культуры, технических средств и их назначений. Итак, если хочешь что-то спрятать, клади на видном месте. И вот весь мир смотрит на то, как янки страдают событиями прошлого, грезят будущим, а это все философские размышления, муки остатков совести, да пересказ того, что случилось через призму мировоззрения западного человека. И ведьмы, ослепительно прекрасные и бесконечно ужасные одновременно. Ну что ж, продолжаем смотреть шедевры американского кино, но уже с чувством и толком. Они почти в каждом фильме правдиво рассказывают о реалиях жизни. Нужно только признать, что с воображением у янки туго, и поэтому воспринимать надо все изложенное по существу.